Библейский портал экзегет.ру представляет 32 глава пророка Иеремии. Читаю ее для библейского портала Экзегет в переводе Луки Маневича. Ну вот, Иеремия очень много пророчествует о грядущем нашествии Вавилония, о грядущем разрушении Иерусалима. События начинают сбываться. Вот слово, которое было от Иеремии, было Иеремией от Господа в 10-й год правления садыки и царя Иудея. Это был 18-й год правления Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим. Ну вот уже, собственно, начинается последняя часть, да, начинаются эти самые события. Это у нас с вами начало VI века до н.э. Ну и Иерусалим падет в 586-м году. 10-й год правления садыки, год начала осады, 587-й. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, а пророк Иеремии был заключен на дворе стражи при дворце царя Иудеи. Садыкия, царь Иудея, заключил туда Иеремию, сказав ему, зачем ты так пророчествуешь? Ты говоришь так, говорит Господь. Я отдам этот город в руки царя Вавилонского. Царь захватит город, не спасется от руки халдеев. И садыкия, царь Иудея, попадет он в руки царя Вавилонского, будет говорить с ним лицом к лицу, глаза в глаза. Царь уведет Садыкия в Вавилон, и останется там Садыкия, пока я не позабочусь о нем, говорит Господь. Ибо вы сразитесь с халдеями, но не победите. Ну вот смотрите, конечно, когда Иеремия долго-долго провоцировал власти, долго провоцировал самого царя, этого самого Садыкия, говорят он, что нужно сдаться Вавилонинам. И вот в Вавилоне не наступают, он, собственно, кто? Он вражеский агент, он пророчествует против борьбы, против патриотизма, он заставляет опустить оружие и сдаться. Кто это будет терпеть? Вообще странно, что не казнили. Но только из уважения к тому, что, может, правда через пророка Господь говорит. Иеремия ответил, было мне слово Господне, придет к тебе Ханамел, сын твоего дяди Шалума, и скажет, купи мое поле возле Анатота, ведь ты обязан выкупить его и приобрести. Ну, это история про Гуэля, как это называется на древнееврейском языке, про ближайшего родственника, который обязан позаботиться об оставшейся семье после смерти своего родича и, в частности, выкупить землю. Это определенный обряд, в книге Руфин очень хорошо описан, и вот действительно, что здесь. То есть, вражеское войско осаждает город. Представьте себе, что там в октябре 41-го кто-то подмосковную дачу продает. Какая дача, вы что там уже, немцы, фашисты стоят, да? В Вавилоне не стоят в этом самом Анатоте, городке родном Иеремии рядом с Иерусалимом. Какая там торговля землей, какое там соблюдение ритуалов. И вот, как и сказал Господь, пришел ко мне на двор стража. Он там в тюрьме еще сидит, да? Ну, совсем уже. Мы еще из тюрьмы, там только земельные участки приобретать. Пришел ко мне на двор стража Ханамел, сын моего дяди, и сказал. Ну, соответственно, дядя умер, а это родственник, двоюродный брат его. Купи мое поле возле Анатота в земле Вениаминовой, ведь ты обязан владеть, им ты должен его выкупить. Купи же его. И понял я, что это воля Господа. Я купил у Ханамелла, сына моего дяди, поле возле Анатота. Я отвесил Ханамеллу серебро, 17 шекелей серебра. Я сделал запись купчей, шекелей это чуть больше 10 граммов. Не очень дорого, но понятно, что в такой ситуации там много денег никто не даст, ни за какой участок. Я сделал запись купчей, поставил печать, призвал свидетелей, отвесил серебро на весах. Я взял эту купчую, запечатанную запись, и не запечатанную, о чем идет речь. Вероятно, два экземпляра, но запечатанные у одного человека, и не запечатанные у другого. Я не знаю, кстати, почему так, но как всегда, договор двух экземпляров идентичных. Эту купчую, запечатанную запись, и не запечатанную, передал ее Бароху, сына Нерея, внуку Макси, на глазах у Ханамелла, сына моего дяди, на глазах у свидетелей, сделавших запись купчей, на глазах у всех аудеев, находившихся на дворе стражей. У них на глазах отдал Бароху такое повеление. А Бароха – это его секретарь, помощник. Так говорит Господь воинств Бога Израиля. Возьмите эту купчую, запечатанную запись, и не запечатанную, и положите в глиняный сосуд, чтобы хранилась она долгое время. Ибо так говорит Господь воинств Бога Израиля. Еще будут на этой земле покупать дома, поля и виноградники. Ну, как и продажа гипотетической московской дачи поздней осенью 41-го года, свидетельствует о том, что это имеет смысл, что жизнь продолжается, что с осадой все не будет закончено. Поэтому можно и участок земельный приобрести. Я отдал купчую Бароху сына Нереи и стал молиться Господу. О, Господи Боже, Ты сотворил небеса и землю силой своей великой рукой, простертой для Тебя все возможно. Тысячам людей творишь Ты милость, за грех отцов караешь потомков. О, Бог великий и могучий, Его имя Господь воинств, велик Его замысел, деяния бесчисленные, глаза Твои видят все пути людские, и каждому Ты воздаешь за Его путь, по плодам дел Его. Ты ввел знамения и чудеса в Египте, являющих до сих пор, и в Израиле среди всех людей. Ты сотворил себе имя, которое у Тебя ныне. Ты вывел народ свой Израиля из Египта знамениями и чудесами, дланью могучей, рукой простертой, великим ужасом. Ты дал им эту землю, о которой клялся их отцам, обещая даровать ее землю, текущую молоком и медом. Ну вот он переходит, собственно, к теме земельного участка, что эта земля наша, она нам принадлежит. И в очередной раз пророки, говоря о Боге, не описывают Его качества, рассказывают о Его деяниях по отношению к Израилю. Почему, собственно, Израиль считает этого Бога своим и называет себя Его народом. И пришли они, завладели ею, но голосу твоему не повиновались, по закону твоему не жили. То, что ты заповедал им делать, они не делали, и ты послал им все эти беды. Вот, осадные насыпи достигли города, и будет он захвачен. Будет отдан этот город в руки халдеев, которые его осадили. Пойдет он от меча от голода и мора. То, что ты предрек, свершилось, и теперь ты смотришь на это. И ты, Господи Боже, велишь мне, купи себе поле за серебро, призови свидетелей. Но ведь этот город будет отдан в руки халдеев. Ну, то есть, он даже с Богом не то что спорит, но пытается понять логику этого призыва. И было Иеремии слово Господне. Я Господь, Бог Всего Живого. Разве есть невозможное для меня? Так говорит Господь. Я отдам этот город в руки халдеев, в руки Новуходоносора, царя Вавилонского. Царь захватит город. Халдеи, что осаждают город, войдут в него и предадут его огнем. Огню сожгут город, сожгут дома, где на крышах воскуряли ваалу и совершали возлияние богам иным. Меня гневили. Ну, то есть, та причина, по которой все это и будет уничтожено. Ибо сыны Израиля и сыны Иуды с юных лет творили лишь зло предо мною. Лишь гневили меня, сыны Израиля, делами своими, говорит Господь. Этот город вызывал мою ярость и гнев со дня основания своего и даны. И потому я отрину его за все зло, которое совершали сыны Израиля и сыны Иуды, вызывая мой гнев. Сами они и цари их. Их вельможи, священники и пророки, люди иудеи, жители Иерусалима. Не лицом они ко мне повернулись, а спиною. Я учил их, учил вновь и вновь, но они не слушали, не принимали наставления. Мерзости свои не поставили в доме, над которым провозглашено мое имя, и дом этот осквернили. Построили они капище ваалу в долине Бетхеном, чтобы отдавать молоху своих сыновей и дочерей. Я не заповедовал им этого. Сердцу моему не угодно, чтобы творилась эта мерзость. Из-за нее погрязло в грехе Иузия. То есть, вот это отношение земельной собственности, купить участок, завладеть им, это часть большой истории израильского народа и Господа, которые заключили договор прежний. Иеремия недавно говорила о новом договоре, новом завете. Соответственно, тогда, когда одна из сторон не исполняет условия договора, то другая прибегает к санкциям, как это обычно и бывает. Вот ровно это и происходит, но это не значит, что это конец истории. На этой земле будут жить дальше. Но так говорит Господь, Бог Израиля, об этом городе, о котором вы говорите, что он отдан в руки царя Вавилонского, обречен на меч, голод и мор. Я соберу их из всех стран, куда я изгнал их в неве и ярости, в негодовании великом, и верну их на это место, и дам им жизнь безмятежную. Они будут моим народом, я буду их Богом. Я дам им сердце единое и путь единый, чтобы во все дни они боялись меня, на благо себе и своим потомкам. Я заключу с ними вечный договор, ну, то есть завет. Не отвернусь от них, не перестану творить им благо. Я вложу в их сердца страх предо мной, чтобы они от меня не отступили. Всем сердцем моим, всей моей душой я буду радоваться им, буду творить им благо, воистину насажу их на этой земле. Ибо так говорит Господь. Я послал этому народу великое зло, но я пошлю им и благо, которое предрекаю им ныне. И будут покупать поля на этой земле, о которой вы говорите, что она пустыня, что нет на ней ни человека, ни зверя, отдана она в руки халдеев. Здесь будут покупать поля за серебро, будут делать запись в свитке, ставить печать, призывать свидетелей. Ну, это все технология, да, как и сегодня торговля недвижимостью. Это сложный юридический акт, требующий свидетелей оформления определенного. «И в земле Вениаминова, и вокруг Иерусалима, во всех городах Иудеи, и в городах Горы, в городах Шефелла, и в городах Негива, ибо я верну их из плена, говорит Господь». Еще очень интересно, вот эта 32-я глава посвящена, по сути дела, одному и тому же сюжету, и он больше не упоминается у нас нигде. Иеремия покупает поле, сам сидит в тюрьме, когда город осажден. Ну, поступок безумный с точки зрения любого здравомыслящего человека, и который свидетельствует одновременно о том, что нормальная жизнь вернется. Но это еще и свидетельство о том, что частная жизнь важнее. Вот есть империя, государство, страны, все это важно, все это каким-то образом человека заставляет учитывать, да, вот эту глобальную жизнь. Но его частная жизнь, его земельный надел, его родственники, его жизнь вот на своей земле, она на самом деле важнее, она первичнее, государство вторичное. Ну вот, Иеремия у нас сидит в тюрьме, как вавилонский агент, который призывает к сдаче, и покупка поля его из этой тюрьмы не освобождает. В 33 главе мы с этим еще столкнемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok